Привилегия «Быть врачом» Привилегия «Быть врач» В школе сформировалась определенная парадигма каких-то предметов изучения, которые относятся к естествознанию. Это физика, биология, химия. И затем, когда пришло время поступать в институт, выбрал институт, связанный с естествознанием. Это оказался медицинский институт. Я поступил на лечебный факультет. В институте было очень занимательно. Я вспоминаю с теплотой все эти годы. Одни из лучших дней в моей жизни. Медицинский вуз. Студенты приходят из школы, например. Они же уже несут в себе какую-то искру. То есть ты уже идешь и знаешь зачем? Или нет еще? Тоже это все пока вуалит такое. Да нет, у нас очень немногие из нашего потока, из группы планировали даже работать в медицине. Я не говорю, что случилось потом, но шли по разным причинам. У кого-то родители врачи, кому-то нравились эти предметы, нравилось этим заниматься. Ну вот врач для вас. В детстве как вы его представляли? Когда еще только весь мир открыт, все дороги открыты. И вот вы поняли, что медицина, и вы будете врачом. Какие были первые мысли вот этого свеча, которая была внутри? В чем она? Вот что такое врач? Человек, который несет добро. Добро. Несет добро. Человек, который помогает другим людям. То есть это человек, который делает добро и занимается и наукой тоже. Какая-то миссия определенная. Вот тогда мне казалось, что это так. И сейчас я могу сказать, что уже ретроспективно, что это не всегда так. То есть есть разные стороны профессии. Но тогда мне казалось, что ну а что, все просто? Вот хирургия, как это дальше концентрируется наша жизнь, да? Она отпадает, как лепестки, что-то ненужное, неинтересное. Тропинка сужается, вы идете к тому, в чем вы себя видите. Или хирургия пришла много позже? В институте все очень сложно. Ты метаешься. Я ходил на многие кафедры, ходил на кружки, занимался и судмедэкспертизой, и занимался топографической анатомией, занимался терапией, ходил на кружок по терапии. Мне нравились наукоемкие специальности, когда нужно знать большой объем материала, разберяться и как какой-то детектив проводить исследования, жалоб, анамнезы, анализов и ставить диагноз. Это очень похоже на квест и похоже на триллер. Это очень увлекательно. В то же время мне нравилось что-то делать руками. Врач и хирург это как бы рукодел, ремесло или нет? А вот мне не хотелось быть только рукоделом. Мне хотелось заниматься чем-то, что имеет какую-то наукоемкую базу, и на основе этого делать что-то руками. Была такая идея в институте. Я не знаю, правильно я пришел к ней или не пришел к ней. Все-таки то, чем я сейчас занимаюсь, кто-то скажет, да и вы вообще только там ковыряльщики. А хирурги так говорят, ковыряльщики. Ну, про эндоваскуляры, хирург говорят, ковыряльщики, да, там кто-то. Эмболизаторы говорят, да вы только там эмболизируете. Можно не думать, да, не клиницисты, парамедики, вообще не клиницисты. А мне всегда вот хотелось анализировать большой объем материала, ставить диагноз и потом что-то с этим делать. Ну, это пока еще не хирургия, просто вот такой фундамент, как для врача, изучение, познание, наука, которая, да, вкладывает знания в голове, которая передает свои какие-то идеи, да, то есть главенствует здесь мозг, здесь интуиции нет, здесь все дает команду вот отсюда. Мы должны здесь все это осознать, углубить, и тогда ты будешь хорошим врачом, хирургом, да? Так должно быть, у них всегда так есть. Как это было у вас? Мне нравилось то, что я делаю, потом в ординатуре я полностью погрузился уже, потом следующий этап образования. Когда я попал в среду общих хирургов в Первоградской больнице, была очень такая жесткая конкуренция за место под операционным, под лампой операционного стола, да, кто идет в операционную, я или в операционную. И все студенты борются за это. Ну, уже ординаторы, врачи. Ординаторы. Ну, кто не борется, тот, собственно, априори проиграл, да, и тогда с каким-то остервенением невозможно было насытиться вот этим всем, потому что как дорвался, да, ты понимаешь, что завтра этого может не быть, и надо брать здесь и сейчас. И вот это все, непрерывные операции, выписки, пациенты. А когда я попал в лабораторию Сергея Анатольевича Капранова, я там был единственным ординатором. То есть... То есть сначала поборолись так? В мгновение конкуренция куда-то делась. И мне говорят, о-о-о, да вон, иди делай там, да, да вот. И, в общем, я там развернулся по полной, конечно, учился, 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 учился. И я много сомперировал. То, что вас сформировало. И ваша специализация как вот эндоваскулярный хирург, да? А сейчас раньше это называлось рентгенохирург. Рентгенохирург. За рубежом в разных странах это по-разному называется. Где-то в Штатах, по-моему, это интервенционный кардиолог и интервенционный радиолог. И часть эндоваскулярной хирургии ей занимаются сосудистые хирурги, которые получили специализацию. По эндоваскулярной хирургии. Что это такое, вот если дать определение? Эндоваскулярный хирург. Это вмешательство на сосудистом русле, венозном, артериальном, под рентгеном через мини-доступ, через прокол на коже. Чем это отличается от обычной открытой хирургии, ну или общей хирургии? Ну вот вы сказали слово открытой, да. Нету открытых разрезов, маленький прокольчик. Мы обеспечиваем доступ к сосуду. И уже сосуды, они же есть во всех участках тела. В головном мозге, в печени, в желудке, в ногах, в руках, везде. И мы можем, по сути дела, это как представить, что реки впадают в море. И нам нужно туда попасть. И используя реку, мы проводим специальные инструменты, чтобы попасть к морю. То есть это такой малоинвазивный способ, да, то есть без каких-то там дополнительных травм, разрезов, вы пробираетесь вовнутрь, да, и что дальше? Вовнутрь органа, и делаем ту манипуляцию, которую... Ну, надо сказать, что не все манипуляции можно сделать с помощью эндоваскулярной хирургии. Сосуды можно либо закупорить, да, с какой-то целью, либо их, наоборот, восстановить. Мы не всегда можем воздействовать, точнее сказать, практически никогда мы не можем воздействовать на причину заболевания, этиологию. Но на последствия этого заболевания мы можем воздействовать эндоваскулярно. И надо сказать, что такой подход, он сильно... Это огромный рывок в медицине. Он сильно... Такой подход уменьшает реабилитацию больных, потому что нет разреза, нет инфекции. Практически никогда нет, очень редко бывает. Быстрая активизация пациентов. Ну, практически некоторые эндоваскулярные операции даже на сердце позволяют пациенту идти домой в день операции. То есть мы можем соперить сердце, а через два часа он может идти домой и выпить чаю в ближайшей кофейне. Хирург и эндоваскулярный хирург, прежде всего, ну, грубыми словами, отличаются тем, что вы не решите, да? То есть у вас другие... Другая моторика, другие приемы, технологии и так далее. Вот прямо вот к вам приходит пациент. Можете вот рассказать, как все, что происходит? Я в основном занимаюсь лечением критической ишемии. Это состояние, когда атеросклеротическая болезнь прогрессировала в артериях нижних конечностей, таза или аорты. Ну, чаще всего так бывает. Настолько сильно, что в дальнейшем, даже в состоянии покоя, ткани нижних конечностей не могут адекватно кровоснабжаться. Это очень тяжелая категория больных, потому что у них имеется распространенный атеросклероз и поражение практически всех органов. Плюс ко всему, к моменту, когда они ко мне попадают, они часто сильно измучены своим состоянием, потому что боли в нижних конечностях при критической ишемии не позволяют им нормально существовать. Спать, есть, они всегда испытывают боль. А как это проявляется? То есть это боли в конечностях? Да, чаще всего боли в стопах, потому что это часть конечностей наиболее дистально расположенная от сердца, как от насоса нашего. И это бывает и гангрены пальцев, они уже приходят с черными пальцами и так далее. И дальше вот как раз начинается та наша наукоемкая часть, о которой я говорил, все-таки мы не только ковыряльщики, а я стараюсь еще и быть клиницистом. Я выясняю у пациента анамнез заболевания, выясняю причины заболевания, анализирую лечение, которое ему было проведено. Дальше мы проводим предоперационное обследование. Чаще это компьютерная томография с контрастом, которое позволяет визуализировать все вот это сосудистое русло, определить причину недуга, то препятствие кровотоку, которое не позволяет нормально кровоснабжаться стопе, например. Если есть какая-то гнойно-некротическая рана или трофическая рана, мы определяем, какая артерия на голени или даже на стопе кровоснабжает область этой рану, чтобы уже прицельно восстанавливать кровоток к этому сосуду. Дальше мы планируем это вмешательство. Я измеряю при помощи КТ ангиографии расстояние, диаметр сосудов, их особенности отхождения, углы примерно смотрю, и это будет потом иметь важное значение во время операции. То есть вы все через сосуды. Для вас человек, метафорично говоря, это такой пучочек, который окутан сосудиками. И вы путем того, что вы к ним имеете доступ, проникаете вовнутрь и лечите. То есть для вас ключевое — это сосуды, правильно? Для эндоваскулярного хирурга. То есть доступ через них, а дальше уже двери открываются во все тяжкие. Ну, она дверь-то не всегда открывается. Там возможны варианты поражения сосудов доступа, поражения пути в сторону пораженного сосуда через сосуды доступа, различные извитости. И масса нюансов отсюда зависит доступ. Мы смотрим удобство работы, опять же. Если, например, страдает правая конечность, то контрлатеральным доступом с другой стороны работать менее удобно, чем если страдает левая конечность. А действительно, что через сосудик или через кровеносную систему в общих чертах можно добраться до органа и сделать на нем операцию? До любого органа можно добраться через любой сосуд. Здесь не всегда это нужно и не всегда это рационально, но если задаться целью, то через любой сосуд можно добраться до любого органа. Современные инструменты и современное развитие технологий позволяют реализовать эту задачу. Ну, может быть, какой-то конкретный случай. Всегда убедительны примеры. Вот прям вот какую-нибудь операцию расскажите. Ну, операция называется эмбулизация маточных артерий при миоме матки. Это когда в перифиброидное сплетение эти сосуды, которые сами миому кровоснабжают, вводятся в специальные шарики. То есть вводится какая-то патология. То есть приходит уже, вы выявили болезни, и потом назначаете оперативное вмешательство. То есть с чего вот всё начинается? Прям вот сначала. Этими больными часто занимаются гинекологи в основном. Они к ним приходят, они видят, что у пациентки миом матки множество миома, там субсирозно расположенные. Определённые варианты миомы матки они имеют, вот при этих вариантах, имеют преимущество эндоваскулярное лечение, эмбулизация матчных артерий. То есть здесь применимый этот метод, скажем так, да? Он применим при всех миомах, но если там миома на ножке субмукозная, это которая в полости матки болтается, гинеколог, наверное, проще туда гистероскоп засунет и просто откусит. И не надо никаких эмбулизаций. А бывают ситуации, когда множественные миомы в толще матки, и всё это не вышелочишь и не уберёшь. И тогда они отправляют к нам, к эндоваскулярным хирургам, эту пациентку, на эмбулизацию. Здесь я обычно, опять же, выясняю все особенности. Планирует ли пациентка беременность? Важно, да? От этого будет зависеть, насколько агрессивно я буду работать. Дальше были ли эмбулизации раньше? Потому что рецидив может свидетельствовать о выраженном яичниковом кровотоке из яичниковых ветвей. И в этом случае я, наверное, буду проверять, насколько они в этом случае участвуют в кровоснабжении матки. Дальше смотрим подход. Я классически выбираю доступ через бедренную артерию. Потому что это быстро, это безопасно. А пациентка всё равно после эмбулизации находится в реанимации для наркотического обезболивания, потому что выражены ишемические боли после эмбулизации. И ей не нужна активизация. Она всё равно будет лежать. Некоторые специалисты выбирают доступ лучевую артерию. Сравним область паха на бедренной артерии и лучевую артерию на запястье. И через лучевую артерию на запястье можно пробраться в матку и закрыть вот этими шариками миомы. Но здесь мы имеем ряд с моей точки зрения. Другие специалисты, кто выбирает лучевой доступ, они аргументы приведут, которые будут в пользу лучевого доступа. Я приведу аргументы, которые против лучевого доступа. Это более болезненно, чем бедренный доступ. Это дольше, потому что проведение инструментов через лучевую артерию, через заорту, вниз, спускаться, это дольше. Кто бы что ни говорил, это в два раза дольше. Плюс ко всему, пункция катализации такой маленькой артерии, как лучевая артерия, она, какие бы вы инструменты ни использовали, в определенном проценте случаев заканчивается окклюзией лучевой артерии. А это такой сосуд, который важен для пациента. Когда ему 35 лет, наверное, это не очень важная артерия. А когда ему 75 или 70, и возникает вопрос о ортокоронарном шунтировании, либо последующих коронарных интервенций через лучевую артерию, то в этом случае лучевая артерия очень важная. И когда она окклюзирована, человеку в 35 лет сделали имболизацию матчных артерий, просто так, потому что это удобно, потому что это красиво, потому что это удивительно. Ну, ничего себе, для пациентки-то пунктируют на руке, а имболизируют матки, ну, круто же, наверное, доктор такой. Ну, это какая-то фантастика. Да, это невероятно прогрессивно, да. И вот она с 35 лет окклюзирована, и тут в 70 лет у пациентки с возрастом развился атеросклероз коронарных артерий, и нужно ей делать операцию ортокоронарного шунтирования, либо какое-то любое другое вмешательство, ну, пусть даже коронарографию. Артерия лучевая, справа, например, уже закрыта, и она не может быть доступом для операции коронарографии. Мы стараемся меняться, развиваться. Года 4 назад мы не использовали в своей работе ультразвук, практически, только для контроля гемостаза, а сейчас практически в 100% случаев при доступе мы используем ультразвук. Я была у вас в отделении, мне посчастливилось такую честь. И напоминает какой-то космический корабль, может быть, за этим действительно будущее, именно за этим, за этой отраслью, за этой специализацией хирургии. Все очень быстро развивается, это как, если сравнить, компьютерные технологии. Там, три года назад кто-то купил себе компьютер очень современный, а сейчас, через прошло три года, он уже несовременный. Но вот у нас аппарат, он тоже 2015 года, тогда он был суперсовременный, а сейчас уже на него смотришь и кажется, ну, он уже не особо современный. Очень активно все развивается, угнаться за этим невозможно. Сейчас в эндоваскулярной хирургии практически уже произошла интеграция с компьютерной томографией, то есть изображение компьютерной томографии можно накладывать на монитор эндоваскулярного хирурга, и он, ориентируясь на картинки с компьютерной томографией, практически без рентгена, уже делает операцию. Может начинать делать операцию, да. Ну, и разве это не фантастика? Это фантастика. Различные применения углекислого газа для контрастирования вместо контрастного препарата, который вреден для почек в определенных случаях, биплановые ангиографы, все это очень активно развивается, и угнаться совсем невозможно. Но какие-то методы внутрисосудистой визуализации, различные дебалкирующие устройства и так далее, это все нужно, но мы в нашем отделении развиваемся в сторону как основная наша специальность это лечение пациентов с критической ишемией, мы развиваем гибридные подходы, это когда открытая операция совместно с эндоваскулярной, ведь эндоваскулярная операция у нее есть свои ограничения, открытые свои ограничения, а вместе мы можем эти ограничения преодолеть. То есть вы совмещаете такой мультидисциплинарный подход, да, получается? Да, мы стараемся развиваться в этом направлении, но, конечно, все объять невозможно. Мы не региональный сосудистый центр, поэтому мы не работаем круглосуточно и каких-то экстремных, мы работаем онкол, что называется, на телефоне, то есть больной с инфарктом едет, нам звонят, что едет больной с инфарктом, мы приезжаем и его оперируем. То есть, ну, это чаще, часто мы появляемся в отделении не позже, чем 30 минут, просто как происходит, приезжает больной и это достаточно, это нормально, да, но все же мы вынуждены это делать из дома, то есть, на телефоне быть. У нас есть определенный график и так далее, это вот такой недостаток, я считаю, нашего отделения, что мы не круглосуточная служба. А преимущество, что, скажем, что касается артерий нижних конечностей, у нас есть полностью сформированный центр спасения конечностей, да, у нас есть гнойная хирургия, у нас есть сосудистые хирурги, с кем мы делаем гибридные вмешательства, у нас есть эндоваскулярная служба, у нас есть эндокринолог, у нас есть кардиологи. То есть, многопрофильная команда, мультидисциплинарная команда, заточенная на лечение коморбидного, сложного пациента с критической ишемией. И вот это для Москвы и для России это достаточно редкая и сложная история, ведь задача не просто найти и собрать этих пациентов, специалистов вместе, задача их скоординировать и так сказать, подружить. Да, просто проблема большинства больниц, институтов, я не знаю, центров, которые занимаются сложными пациентами, это то, что специалисты между собой неплохо контактируют и не понимают друг друга. Я считаю, что в 29-й больнице у нас хорошее междисциплинарное взаимодействие. И это ключ к успешному лечению такой сложной проблемы. А попасть к вам как? Как может пациент к вам обратиться? Да, очень легко к нам попасть. У нас есть прием сосудистого хирурга в нашем КДЦ, есть телефон на сайте больницы. Можно попасть через коммерческий прием, можно телемедицина. Мы сейчас принимаем через телемедицину и удаленно. Мы принимаем пациентов из всех уголков России. Лечение у нас по УМС. То есть простой человек может вам попасть? любой человек. Любой человек. Ну, да, из Норильска у нас недавно был пациент. Нужно купить билет и приехать, чем называется. Но чаще лечение таких сложных пациентов как больные с критической ишемией это очень ответственно. И те, кто, например, кого я принимаю, я с ними общаюсь через мессенджер. Долго мы обсуждаем все нюансы. Они высылают мне фотографии своих исследований, фотографии там, если они где-то далеко расположены, не могут точно приехать, то тщательные фотографии. То есть какой-то предварительный анамнез такой вы собираете? Безусловно, что коррекцию терапии, я смотрю все анализы, все обследования, какие-то проблемы выявляю, мы беседуем, я обсуждаю, если какая-то есть трофические нарушения или какая-то проблема местная, я обсуждаю ее с специалистами других областей, генойными хирургами, кардиологами, эндокринологами, и к нам пациент приезжает уже готовый к вмешательству, чтобы не было неожиданностей, если он откуда-то издалека, но да, к нам можно обратиться любой гражданин России, купить билеты, приехать, мы будем с радостью встречать, мы рады всем больным. А вот риски в чем здесь, упустить время, вы сталкиваетесь, в чем здесь, такая особенность этой специализации, вашей в частности, вот беда в чем, в чем вы видите, смотря на нас, вот на пациентов таких вот. Разные виды вмешательства, разные категории пациентов, они разные, разные ответственности попадают. Вот скажем, пациенты с миомой, маткой, чаще всего молодые женщины заинтересованы в своем здоровье, в последующей беременности, они очень тщательно соблюдают рекомендации, внимательно ко всему относятся, и у них, как правило, бывает все хорошо. Пациенты с опущенным атеросклерозом, которые к нам поступают с инфарктом миокарда или с критической ишемией нижних конечностей, это чаще всего пожилые пациенты, страдающие тяжелыми сопутствующими заболеваниями, длительной монанозомартериальной гипертензией, с сахарным диабетом и вот этим распространенным атеросклерозом. И часто пациенты практически десоциализованные поступают, особенно с критической ишемией. То есть вот у нас бывает так, когда мы пациента кладем на стол, делаем спинальную анестезию и он засыпает практически на уколе. То есть раз, и он спит, потому что он до этого не спал месяц. Как вы считаете, как может выглядеть, ухаживать за собой и соблюдать какие-то рекомендации человеку, который не спал месяц? он этого не может. А это невозможно. Это невозможно. И нереально. И он бывает, вот он засыпает и спит два дня. Он просто не может выспаться. Они очень тяжелые, больные. И, конечно, это откладывает отпечаток на работу. То есть, когда день за днем вы видите этих больных, вы видите, они все возрастные, все очень страдающие. вы пытаетесь им помочь, и это не всегда можно помочь. Да. Это накладывает свой отпечаток. Это так называемое сейчас модное слово выгорание. Иногда кажется, что мы сражаемся за них, пытаемся им помочь, а все напрасно. Потому что раз за разом они возвращаются с проблемой к нам. и иногда это из-за несоблюдения рекомендаций. Иногда это из-за каких-то глупых поступков. Иногда это из-за того, что болезнь просто тяжелая, она прогрессирует. Не каждому человеку можно вылечить. Да. И в общем это а еще бывают отношения, когда люди приходят и думают ну сейчас мне починят. автосервис. Я пришел, меня починят, но это так не работает. И я стараюсь объяснить пациентам, что операцию нужно делать уже когда действительно есть к этому показания. Когда есть разные категории больных человеку человеку 45 лет активно трудоустроен и у него перемежающаяся хромататом или хроническая артериальная недостаточность и он ходит 25-30 метров. И в определенных случаях скорее всего я возьму этого больного на операцию. А если это пациент 85-90 лет, который может быть обслуживает себя по квартире сам ходит, но ограничена дистанция безбрюлевого ходьбы 50 метров у него, скорее всего я рекомендую ему консервативную терапию. Потому что риск операции и возможные последствия превышают возможную пользу. Здесь всегда есть чаши весов. Операция это всегда травма и риск. А вы согласны с тем, что лучшая операция то, которую человек врач или хирург не сделал? конечно. Это так? А бывают особо комплоентные пациенты, которые очень рьяно хотят лечиться и соблюдают все рекомендации. И вот это чудеса, конечно, они приходят с критической шемии, практически, с какой-то минимальной дистанцией ходьбы, а там поражено все, все, вообще, назначаешь препараты, назначаешь тренировочную ходьбу, говоришь, каждый день, час, нужно ходить через боль, через боль. А плюс ко всему, вдобавок, я еще часто рекомендую терапию миостимулятором, и они мне звонят через полгода, говорят, знаете, я хожу 500 метров, у меня все хорошо, мне не надо никакой операции, и я рад, что мне нужно. и я знаю, что если бы я тогда сделал эту операцию, то... Могло быть хуже, да? Конечно, конечно, конечно. Я слышала один раз утверждение о том, что врач перестает быть врачом, если он перестает чувствовать чужую боль. Вот это так, как вы считаете? Ну, конечно, сострадание один из важных качеств, одно из основных, без сострадания сложно кому-то помогать. Определенное нужно иметь хладнокровие тоже в этом во всем, понимание. Во время вмешательств пациенту нужно обезболить. Это правда. Все, вот то, что касается боли. А что происходит у вас внутри, когда входите в операционную? То есть, страх, конечно, какие-то свои проблемы вы оставляете как бы вне этих стен, и уже включается только ваше какое-то профессиональное я, вот как хирург, да? То есть, вы входите и видите только болезнь, и ее как бы, как ее излечить. То есть, ну, личностный момент такого хладнокровия. Нет, я стал замечать давно уже, что погружаюсь в работу достаточно глубоко. То есть, не чувствую времени, не чувствую иногда окружающего, сосредотачиваюсь, стараюсь сконцентрироваться. Даже какие-то простые операции, которые идут на потоке, они выматывают. То есть, я даже, я знаю, ну, я 15 минут делаю эту операцию. И если таких 6 подряд чувствую, как я очень сильно устал. Эмоционально и физически, и вот это, конечно, ощущение суперконцентрации. Да, оно даже не так, что я там все, я сконцентрировался, у меня суперконцентрация. Нет, оно само по себе наступает. То есть, ощущение собранности, ощущение какой-то сверх состояния нервной системы. хирургия, она же очень честная такая наука. Здесь нельзя как бы вот слукавить, нельзя сфальшивить, нельзя какую-то вот ложность. То есть, это очень правильный взгляд на вещи в плане того, что вот ты должен себе выложиться, это должно быть очень честно. Хирургия очень честная наука. Я очень часто встречаю, когда общаюсь с хирургами, слышу эту фразу. Ну да, в операционной схалтуре, что можно говорить тысячу слов и высокопарной речи, но когда доходит до дела, то здесь нужно делать дело и все. Да, хирургу даже с какой-то стороны проще, ну потому что за него говорят его дела. Ну вот, можно бесконечно много разговаривать и там быть очень красно речивым, но если ты в операционной пасуешь, то, наверное, все обнажает, конечно. работа. И здесь важно планирование, потому что чем больше я работаю, тем я понимаю, что чем лучше ты подготовился к операции, тем на операции легче и меньше непредсказуемости, меньше неожиданностей и все проходит более штатно. Меньше стресса. Ну, нужно готовиться к операции, конечно. Ну, наверное, часто все что-то идет не по плану, раз, и какая-то внештатная ситуация. Это же тоже нужно уметь справляться с этим и прежде всего. с опытом-то, конечно, когда много работаешь, внештатные ситуации в процессе работы наступают, но и накапливаются решения этих ситуаций. Практически не осталось каких-то белых пятен в внештатных ситуациях. случилось случилось дистальные боли, хорошо, я знаю решение этой задачи, перфорация, я знаю решение этой задачи, крыльчение, я знаю решение этой задачи. И вот это называется опыт. А насыщение не происходит? То есть вы постоянно испытываете жажду такой, неутоленность? То есть всегда хочешь что-то познавать, и жизнь преподносит всегда что-то новое? Или уже все я знаю, здесь уже это так, это так? Вот не теряется как бы такой, знаете, интерес и искорка, которая была у вас в начале? Ну в начале просто было много белых пятен, поэтому это прям было. Зажигало? Да, поглощение, все поглощающие такая жажда. А сейчас ведь какие-то новые события, серьезные открытия, какие-то новые вещи, они случаются не так часто. На конгрессах из года в год одно и то же. Все ждут результатов крупных исследований рандомизированных, которые проходят раз в несколько, ну вот, заканчиваются раз в несколько лет, и они дают ответы на какие-то вопросы, да? Вот что важно читать, что интересно читать и анализировать. Какие-то отдельные клинические случаи бывают, интересно проскакивают, и это тоже можно обсуждать и тоже анализировать. Из чего формула успеха для вас? Вообще такой хороший врач, и вот его, из чего он как бы собирается? Это все-таки, наверное, трудолюбие, усердие такое и опыт. И чуть-чуть везение. Или наоборот? Везение – это важно. Хирургии без везения никуда. Опять же, я считаю, что везение складывается тоже из каких-то качеств. Опять же, подготовка, тщательно нужно думать как-то об этом. А что двигает? Работа. Желание помочь, или это все-таки какие-то у вас внутренние там желания постичь этот мир, как было в детстве? Разобраться на таком маникулярном, структурном уровне? Постигать тайны, которые не видят обычный глаз? Да вы что же там постигать? Для того, чтобы уже серьезно что-то постигать, это есть, знаете, есть, вот мы врача, есть постигатели, это исследователи, ученые. Сейчас некоторые люди хотят это сочетать и совмещать, но на современном этапе развития науки это практически невозможно, потому что современные исследования – это крупные работы, где обобщаются знания тысяч больных. Тогда это уровень доказательности высокий. Я считаю, что врач должен лечить, а исследователь должен исследовать. Врач может участвовать в исследовании в качестве какого-то там, но проводить исследование сейчас я думаю, что это уже не профессионально, но делать вид, что я исследователь. Сколько вы пациентов исследуете? Сто? Это что это? Я не знаю. В общем, есть ряд мнений. Я считаю, что каждый должен заниматься своим делом. Есть исследователи, кто занимается исследованием, есть врачи, кто лечит людей. Это может в определенной мере пересекаться, но чем больше вы занимаетесь исследованием, тем меньше времени у вас остается на лечение людей. А так победить критическую шемию сейчас для нашего отделения такая задача. Но ее не победить, конечно, но внести свой вклад. Этих пациентов настолько много, и эта помощь организована в нашей стране настолько плохо, что нам еще очень-очень далеко до насыщения. У нас слишком много таких больных. Это вот мы берем Москву, а что делается в регионах? Вы даже себе не представляете, какие там вещи творятся. И по разным причинам. И по экономическим, и по провинциальным, по разным. Это, конечно, то есть до победы еще очень далеко. Но желание изменить что-то, да, оно ведущее, получается, что внести свой вклад? Каждому человеку хочется делать что-то полезное для общества, для для всех людей быть нужным. Быть нужным. Наверное, это великое счастье, когда ты действительно смог помочь, может быть, даешь вторую жизнь. Наверное, несравненное чувство. Слава благодарности и то, что ты можешь в этой жизни. Да, в моменте это приятно. А скажите, пожалуйста, вот будущее, мы все-таки говорили о том, что это какое-то особое направление, которое базируется на каких-то новых технологиях. Вот будущее в чем? Как вы видите, если перенестись на 5-10-15 вперед, то что будет вашей специализации эндоваскулярной хирургии? Я думаю, что мы будем двигаться больше к гибридному подходу, потому что это позволяет выполнять вмешательство с наименьшими потерями, с наилучшим результатом. Но она будет нужна? Отдаленно, да. То есть это будет все актуально? Далее есть публикации про то, что там новые сосуды выращивают из мезонхимальных клеток, отдельные сосуды, своих же стволовых клеток человека выращивают новые сосуды и возможно их шунтирование, выполнять шунтирование этими же сосудами выращенными. И это прям, мне кажется, очень интересная идея, вообще фантастика. Потому что все-таки наше стентирование, это имплантация инородного материала, металла. Да, все-таки это инородный элемент. Я думаю, что будущее за дебалкингом. Дебалкинг это удаление субстрата, это удаление артерии. Там бляшки сформировалась, она затрамбировалась, и там внутри вот эта вот каша, субстрат. И вот эндовоскулярное удаление, сейчас появились современные интересные различные устройства по удалению субстрата, и это более физиологично. Мы удаляем сейчас даже в отделении мы занимаемся этим. Это уже есть у вас? мы удаляем субстрат и апплицируем лекарства, баллон с лекарственным покрытием на месте, где этот субстрат удалил, чтобы предотвратить рост внутрисосудистой интимы. цитостатики такие лекарства по клитоксел. Вот. И я думаю, что дальше это направление будет развиваться. Сейчас оно еще достаточно топорное. Ну, такое. Потом различные биодеградаемые каркасы. Есть как это называется? Never leave behind. То есть ничего не оставляй после себя. Не оставляй ничего после себя. Красиво какая-то философская прям концепция. Да, и мне кажется, вот эта концепция эндоваскулярной хирургии, она ближайшие 5 лет пройдет, и следующие 10 лет она будет главенствующей эндоваскулярной хирургии. Потому что основная проблема мы получили красивую картинку, мы сделали классную операцию, стендов поставили. Через год пациент с закрытыми, заросшими стендами придет к вам с той же проблемой, и с этим уже ничего нельзя сделать. У вас заросшие сосуды с армированной железкой. То есть проблема еще возросла вдважды. Да, ну, у него, и это, а чем дальше, чем больше вмешательств, дальше сделали хирурги шунт пришили, тут рубец, там рубец, шунт через там еще два года закрылся, в итоге пациент пришел с закрытым шунтом, с армированными нативными сосудами, которые закрыты металлом, и все, уже сделать ничего нельзя. Да? А когда вы ничего после себя не остаетесь, не оставляете... Ничего не оставляй после себя. Да, ничего после себя не оставляете. То у пациента вновь возникла проблема, он к вам пришел через два года, но он пришел такой же, как первый раз пришел. Можно опять то же самое сделать. И это можно делать. Уже... Удивительно. Да, понимаете? Можно делать бесконечно долго. И это классно. Плюс ко всему интересные технологии в эмболизации появляются. Различные эмболизирующие агенты, различные неадгезивные клеи, которые там с потоком крови могут двигаться, различные частицы, которые могут адсорбировать на себя препараты и потом медленно их выделять вместе. Орган мишени их вводят, там какая-нибудь опухоль в печени. Туда вводят эти частицы, которые адсорбировали на себя биохимическое вещество, лекарство. И они в этом печени, в этом очаге живут и выделяют там это лекарство. И таким образом в этом очаге создается большая концентрация лекарства, чем если бы системно оно применялось. И это лекарство обладает меньшим воздействием на весь организм. Потому что оно выделяется местно, именно локально, там, где это надо. И за этим тоже будущее. Тоже будущее, да. И все это в области эндоваскулярной хирургии, я заметил, да? То есть это все от вас идет, я и говорю, что это будущее. У нас смежные все эти вещи с абдоминальной хирургии, с сосудистой хирургии, с различными патологиями. Мы стараемся различные аспекты эндоваскулярной хирургии затронуть в нашей работе. Мы специализируемся глубоко на определенном аспекте, а какие-то другие вещи, когда мы встречаем слишком сложные случаи, ну, какие-то, которые мы сомневаемся, что мы можем пациенту помочь, мы отправляем в то лечебное заведение, где специализируются на этом аспекте. И к нам, наоборот, направляет там, где встретились с каким-то сложным случаем, к нам направляет этот случай, на чем мы специализируемся. Но это очень важно, вот эта маршрутизация, скажем так, и попасть к нужному специалисту, в нужное время и прочее. Хорошо, а что бы вы пожелали своим пациентам или слушателям, это очень важно, такой какой-то совет, чтобы не попадать в какие-то трудные ситуации, вообще не болеть или как-то избежать и все-таки, чтобы быть счастливым, здоровым человеком. Наслаждаться жизнью, наслаждаться каждым днем, понимать, что не тратить время впустую, постараться жить каждый день, чувствовать это, в определенной мере вести здоровый образ жизни, как-то определенной гигиены, питания придерживаться. Это важно, потому что наше тело это наш корабль, который по жизни нас несет. Спасибо вам большое за очень интересную беседу область эндоваскулярной хирургии. В принципе, какая-то загадочная и вы немножечко приоткрыли двери, что это, как это сформировалось, что вас привело к этому. Мне кажется, ваша любознательность в детстве, она как-то смогла выработать вас терпение, любовь к этому и вы достигли этого уровня. Наверное, это важно прежде всего врачу. Спасибо вам большое. Спасибо. Очень интересно.